Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала! Меня зовут Светлана и вы на моем канале Са Цвета Светланы. Я живу в Украине, в городе Харькове, и вы на моей даче при городе Харькова. Сегодняшнее видео я хочу посвятить одному цветнику и более подробно разобрать все растения, которые я собрала в нем, и рассказать, как они у меня посажены. И вот именно этот цветничок я хочу сегодня вам представить и разобрать его, будем так говорить, по запчастям. Ширина и длина его 2 на 2 метра, то есть это квадрат. И вот в этом квадрате я разместила вот такие растения. В качестве вертикали на заднем плане у меня растет можжевельник Blue Arrow. С левой стороны Туя Смарагд, которая выстрижена в 2 ствола. Вот, друзья. Видео есть на канале, я уже рассказывала и показывала, как можно это делать. Перед ними, перед ними, в качестве, ну, такой средней горизонтали, это можжевельник Blue Carpet. И, друзья, я его приподняла. У меня здесь внутри металлическая арматурина стоит, который я привязала нижнюю часть можжевельника, ну, вот так, чтобы он немножко приподнялся от земли и вот такую принял форму. Этот прием я использовала еще для того, чтобы не только этот можжевельник занял нижнюю плоскость, а чтобы я могла еще в более низком ярусе этого цветника разместить и другие растения. С левой стороны, чуть ниже, у меня растут можжевельник казацкий, варигатный. Вот, видите, такой вот с желтенькими краешками. И рядом с ним обычный можжевельник казацкий. Впоследствии я планирую какую-то им придать форму, но пока еще не придумала какую. Между ними, здесь у меня растет лилия. Вот, видите, она обрезанная, вот уже отцвела. Лилии я высаживала в этом цветничке для того, чтобы при его стабильности общей, все же, чтобы летом были какие-то яркие акценты. Вот с этой стороны у меня растет пенисетум. Вот здесь за можжевельником. Я, правда, его разделила в этом году, и он как-то у меня слабовато растет. Ну, зелененький прирост и есть. Посмотрим. Ну, я думаю, что в этом году, наверное, он пропустит. Как-то он такой суховатый. А так у меня вот с этой стороны, я вставлю во фотографию, покажу, как пенисетум. Очень красиво здесь такие вот эти пушистые хвостики, хвостики, когда соцветия выпускают, очень красиво. Вот это самый обычный декоративный лук, я думаю, который растет практически во всех садах, а может быть, даже и во всех огородах. Самый неприхотливый, кстати, друзья. Спирея японская. Очень мне нравится сочетание. И это такая классическая уже пара хвойный и спирея японская. Очень кустарник поддается любой стрижке, любую форму можете придать ему. Замечательно. И вот уже я три раза стригла, друзья. Обратите внимание, постоянно идут приросты. И они вот такие яркие, лимонные. Я не знаю, вот сейчас, конечно, солнце светит. Передает ли вот камера, насколько он сейчас ярко-лимонно-желтый. Вот оно даже в середине видно, видите? Более зелененькие листики, а сверху вот такие яркие-яркие. В середине этого цветника у меня растет юбка. Вот она, друзья, видите? Вот растет юбка. Была одна, в этом году три почки проснулись. И здесь у меня теперь будет три юбки. Между юбкой тоже высажены лилии, которые уже отцвели. Постараюсь найти фотографию, чтобы вы увидели, как этот цветничок выглядит тогда, когда цветут лилии. И рядышком с лилиями здесь у меня флокс. Очень красивый такой, малиново-розового цвета. Тоже получается... Тебе поверят на слово. Нет, у меня есть фотография. Я вот соцветия уже срезала. Второе цветение будет, но оно будет не такое обильное. Потому что, несмотря на то, что, как я уже говорила, этот цветник самый стабильный. Что значит стабильный, друзья? Вот он практически, вот этот вид имеет круглый год. Ну, за исключением спире японское сбросит листья. И дерен, который на заднем фоне, желтенький, он тоже сбросит листья. А все остальное будет так же выглядеть в течение всего года. Это, конечно, очень хорошо. Это место такое пустоватое будет зимой. Потому что и деревья сбросят листву. И, естественно, хочется в каждом уголке своего сада иметь такой цветник, который бы всегда задерживал твой взгляд. И мы могли любоваться хвойными растениями еще и в зимний период. Продолжим. Вот этот чудесный шарик. Это Golden Glob. Туя Golden Glob. Я ее постоянно стригу. Она такая желтоватая, насыщенная. Ну, такая вот зеленоватая, сочная, желтоватая у нее хвоя. Очень хорошо поддаются стрижке. Если, вот как вот здесь, вот от бассейна слегка у нас идет тень. Вот здесь больше она, конечно, такая зелененькая. А вот с этой стороны уже проявляется ее такая желтизна. Такая легкая, лимонная, легкий лимонный оттенок. Очень хорошая туйка. Вот такая вот она, видите, ажурная, красивая. Вот если кто планирует какой-то такой красивый шарик. Она, кстати, и небольшая по размерам. Очень аккуратная. Она не вырастает до огромных размеров. Так что, ой, кстати, я сейчас ее трогаю. И невероятно приятный запах от нее исходит. Дальше на переднем плане цветничка у меня самшит. Тоже вечно зеленое растение. Зимой не сбрасывают листики. Вот я его тоже, видите, вот стригу. И стригу я ему форму придаю, как бы небольшой такой капелькой вверх делаю. Ну так, не шариком, чтобы растения, которые вот здесь у меня были в цветнике, чтобы они не все были вот шарами, а где-то шарик, где-то вот так вот, как конусом сделала. Вот справа, вот это под туей сморакт, у меня здесь росла веточка можжевельника казацкого. И все, я думала, какую бы форму мне ей придать. Но учитывая то, что у меня туя сморакт здесь в форме сердечка, вот эту форму я постоянно ее подрезаю, постоянно поддерживаю. Но очень хорошие быстрые приросты идут. И следить надо, чтобы сердечко было видно. Так вот, захотелось мне, чтобы это сердечко было как будто бы вот на какой-то вот, ну, в такой подставочке нежной, красивой. И вот я выстригла можжевельник подушечкой. И вот он такой мягенький, красивый. Даже сразу и не скажешь, что это обычный казацкий можжевельник. На заднем плане растет дерен. Желтый окаймленный. Я напишу вам название. Этот дерен декоративен и зимой. Вот когда он сбросит листья. Зимой у него останутся стволики такие, они будут красноватого цвета. И тоже вот голубой можжевельник блуароу. Можжевельник блу карпет. Все в серединке. И вот эти красные веточки дерна, конечно, зимой будут потрясающе смотреться. Дерен стригу я постоянно, друзья. Вот в течение лета. Если мне не нравится. Но вот эти ветки, вот это уже отросли. Вот если мне не нравится, что веточки эти торчат, где-то мешают. Я их обрезаю. И в серединке обрезаю. Сам этот дерен невысокого роста. Видите, он занимает. Вот я бы сказала, давайте разложим на ярусы. Первый, второй, третий. Это четвертый ярус он занимает в этом цветнике. И вот видите, он такой немножко разлапистый. И он занимает все пустоты и сочетание. Вот, Вадик, я не знаю, сможешь что уловить? Почему именно этот дерен я сюда посадила? Вот, друзья, смотрите. Спирея японская, лимонно-желтая. Желтоватая туя голден глоба. Немножко другой у нее оттенок, желтоватый. И у дерна, краешки листиков тоже с желтой каймой, все это очень гармонично сочетается друг с другом. То есть вся эта цветовая гамма перекликается. И здесь получается не перенасыщение цветом. Здесь три цвета. Голубой, зеленый и желтый. В принципе, в любой композиции три, ну максимум один дополнительный, какой-то нейтральный цвет. Ну вот, как я говорила, допустим, цветы у меня здесь цветут, флоксы. Вот четвертый – это максимальный цвет для того, чтобы было приятно глазу, чтобы глаза не уставали, и чтобы композиция была красивая и сбалансированная. Теперь по поводу того, что вы мне постоянно задаете вопросы, ну вот как могут растения расти так близко друг к другу. Вот вы знаете, мне понравились очень слова, понравились очень слова одного ландшафтного дизайнера, которая очень правильно сказала. Вот вы садите растения и дайте им возможность подружиться друг с другом. Не насилуйте их там с землей, с расстоянием и со всем остальным. А вот посмотрите, будет ли им комфортно. Вот, друзья, вот этой композиции уже пять лет. Растения, когда я их высаживала, они были маленькие. И можжевельник, который посерединке, он весь был размером, наверное, вот как вот эти две веточки. Вот так вот, вот эти две веточки маленькие были внизу. И эти были маленькие. Ну, спирея, понятно, небольшая. И можжевельник Blue Arrow тоже был маленький. Расстояние между ними, это визуально сейчас они заполнили объем. Расстояние между ними, между стволами, вот если, Вадик, покажи, пожалуйста. Вот я визуально смотрю, вот 50 сантиметров, друзья. Вот 50 сантиметров расстояние между растениями. Это они уже, когда разрастаются и смыкаются их кроны, создается впечатление, что они просто налиплены друг рядом с другом. Вот расстояние в 40-50 сантиметров, это оптимальное расстояние. Но при одном условии. Если у вас плотные посадки, и вы волнуетесь, что вашим растениям будет некомфортно, самое важное при этом, очень хорошо их поливать и очень хорошо их подкармливать. Ну, как хорошо подкармливать? Здесь, допустим, у меня очень много хвойных. Естественно, я подкармливаю их специфично. Только хилатом железа по хвои. Вот если я провожу обрезку в саду, обрезок у меня было уже 2, вот я сейчас еще небольшую планирую, еще одну у меня туйки на очереди. Тогда я обрабатываю хилатом железа. Больше, друзья, никаких подкормок я не делаю. Ни под корень, ничего не делаю совершенно. Вот в этом цветнике у меня больше никаких подкормок не получают никакие растения. Вот они здесь, я их сюда посадила. Они подружились друг с другом. Вот все бактерии, все грибы, которые были в корневой системе каждого из растений, вот они там под землей сделали свою работу. И сейчас я вижу по состоянию всех моих растений, что им хорошо. Вот я вам тоже рекомендую, вот опять же вернусь, задавали мне вопрос, Светлана, а как вы вот высаживаете? Одним растениям нужна щелочная почва, другим песчаная, третьим кислая. Вот мой собственный опыт и опыт других людей, которых я вот читаю, мне нравится, я вижу, что какие у них сады, какие растения подсказывают, что посадите их в свою почву и дайте им возможность прижиться. Ну может быть, вот хвойным, я в ямы добавляю хвойный опад и все, особо не заморачиваюсь. Ну гортензиям там немножечко, там тоже какие-то. Ну вот не так, чтобы вы, знаете, были рабами этих вот посадочных ям. Все делайте с умом. И со временем, занимаясь садом, у вас, конечно, интуитивно уже многие вещи будут происходить. И посадка будет интуитивна. И даже я вам больше хочу сказать. Бывает иной раз осенью, такая погода, а мы покупаем растения, и нужно их высаживать. Приезжаешь сюда, выкопал быстро яму, ливень идет, один держит зонтик, а второй высаживает растения. И прекрасно они растут в саду. Поливаем, по необходимости подкармливаем. И самое важное, конечно, профилактические обработки от вредителей и от болезней. Ранее весной, вот здесь внизу, у меня растут лилейники. Вот, друзья, пока еще стоит необлиственный дерен, вот здесь цветут раневесенние лилейники. И ирисы еще вот там, вот чуть дальше. И не получается, пока еще вот этот вот весь дерен стоит без листвы, хвойные, а вот эти цветочки уже видны. И когда дерен полностью покрывается листвой, уже отцветают все вот эти ирисы. И еще я вас хочу удивить. Вот этот вот просвет, который сейчас между можжевельником Луару и деревянной нашей постройкой, так вот там внизу, друзья, у меня посажена гортензия. Высокая, большая тордива. Только в этом году, пока еще там одна веточка. Я не знаю, может там, Радик, она вот сюда подойдет. Там вот веточка видна ее. Вот она сейчас, друзья. Вот она, видите, внизу. Вот растет. Две веточки. Одна более мощная, а вторая маленькая. Вот у меня еще, я хочу, чтобы тордива, вот сюда ее вот так вот буду соцветия формировать, чтобы они как раз заполнили верхнюю вот эту вот часть, так как тордива очень высокая. Весь этот цветник у меня замульчирован сосновой корой. Корой я на зиму не убираю. Почва у нас супещаная, ни грибов, ни муравьев в цветниках у нас нет. Все это у нас есть только, если влажно, на газоне, а муравьи на дорожках. Полив этого цветника у меня не очень частый. Вот видите, за счет того, что очень плотные посадки, здесь очень хорошо сохраняется влага. И поливаю я его где-то раз, ну, в 4-5 дней, даже могу раз в неделю полить. И поливаю, как я вам уже показывала, вот у меня лента капельного полива, здесь у меня сложен, совершенно невидимо, вот это, видите, ленточка, вот, видно, Вадик? Моя традиционная, все вы уже видели эту зеленую ленту капельного полива. Вот ее мы подключаем, здесь у нас вот рядышком колодец, вот он, видите, друзья, очень удобно, вот колодец. Мы с этой стороны бочки наполняем, если нам нужно полить, вот в разных частях сада у нас стоят такие колодцы. Ну вот, друзья, наверное, это и все по этому цветнику. Вот здесь, конечно, сейчас ветка сливы мешает можжевельнику расти, но как только мы все сливки соберем здесь, ветку эту мы обрежем. Я эту сливу потихонечку формирую, чтобы она в ту сторону была, но вот она иной раз по-своему решает, куда ей выпускать ветки. Вот, друзья, показала я вам такой свой цветничок, практически из одних хвойных, очень декоративен, повторюсь, в течение всего года. Растениям нравится друг с другом жить, возможно, какие-то сочетания и вам понравятся. Вам, как всегда, желаю, друзья, хорошего настроения, желаю вдохновения во всех ваших делах, желаю вам всего самого-самого хорошего, желаю, чтобы все ваши сады были невероятно красивыми, чтобы они вам приносили радость, были здоровыми, и увидимся на моем канале. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok